Где у нас стартап котики? Мяу, мяу Как растут стартап котики? Пяу, пяу Кто у нас стартап котики? Мы бестов, мы бест, мяу Станете юной корнами? Да, мы шам здесь не место Здравствуйте, дорогие мои стартап котики Сегодня мы поговорим о Давиде и Голиафе Я думаю, что вряд ли есть кто-то, кому нужно рассказывать эту старинную сказочку Не знаю, есть ли в ней хоть какая-то доля правды Никаких свидетельств, кроме библейских, об этом сражении нет Но, тем не менее, это забавная история о маленьком и тщедушненьком против огромного и могучего Собственно, сегодняшний эпизод о том Стоит ли маленькому стартапчику бояться огромных 800-пудовых горилл Стоит ли маленькому стартапчику вообще сражаться с гориллами И как с гориллами сражаться вообще Ну, совсем короткий вопрос Как бы, выживет ли маленький стартап в борьбе против огромной 800-пудовой гориллы Совсем короткий ответ Зависит, зависит Есть огромное количество историй о том, как маленький стартап побеждал гигантскую корпорацию Есть, я думаю, к сожалению, гораздо больше историй о том, как гигантская корпорация побеждала маленький стартап Но я попытаюсь сделать этот эпизод, как и все другие эпизоды, конкретно полезным А не просто таким общим трепам о жизни, о любви, о философии Очень часто стартапчик заходит на территорию огромных-огромных ребят И если он делает все правильно, и если у него есть достаточно удачи Это, поверьте, тоже серьезный элемент И если он правильно стратегически позиционируется и правильно работает, то его может ждать колоссальной удачи Ну, один из моих любимых примеров Давайте я пару примеров приведу Из стартапов компании TMT Investments, успешного венчурного фонда, где я партнер Один из примеров компания Rike W-R-I-K-E W-R-I-K-E dot com Это компания, которая около десятка лет назад обратила внимание на то, что project management Или управление проектами, наверное, правильно сказать Это такая вещь устаревшая, недоразвитая, неправильно сделанная И что есть способы сделать это так, чтобы клиенты были счастливее На коленке буквально эти ребята, они были системными интеграторами Сделали решение, и один за другим к ним стали приходить клиенты Собственно, самое первое, что приходило, по крайней мере, 8 лет назад на ум любому Да и 10 лет назад, когда они начинали На ум любому, кто слышал о компании Rike и видел их программу Это было, господи, да вы что, сражаться с Microsoft Project? Ребята, вы сошли с ума Но забегая вперед, скажу, что сотрудники самого Microsoft'а Несколько отделов, насколько я понимаю Пользовались именно компанией Rike Вот это, наверное, круче, ничего не говорит о том, насколько он успешный А чему можно у них поучиться? Ну, как бы, сама голая смелость, удача и прочее Это то, о чем можно разглагольствовать Но что не передашь, как бы, передачи, да И что вряд ли можно как-то приобрести Что работало на них? Это было то, что они очень серьезно занимались тем, что называется Customer Development Я не так давно узнал, что есть глагол «CastDevice» То есть они «CastDevice» Они общались с клиентами непосредственно И получали от клиентов четкий фидбэк, что же не так Ну, и речь не только про Microsoft Project Есть еще несколько проектов, не будем сейчас их описывать и рекламировать Несколько не проектов, а софтов для Project Management Что они стали делать? Они стали выяснять, что у клиентов есть огромное количество неудобств, когда они пользуются этими продуктами Они стали выяснять, что если продукт, например, синтегрировать с какими-то сделанными самими клиентами решениями То клиенты будут в восторге Если его синтегрировать с какими-то платформами Они синтегрировались с целым рядом серьезных платформ типа Adobe Если синтегрировать решения с ERP, с огромным количеством CRM и так далее То вдруг оказывается, что ты не лоб в лоб борешься с конкурентами А что ты предлагаешь уникальные решения Вот это очень-очень сильный момент, когда на поверхности кажется, что ты конкурируешь с кем-то совершенно гигантским А на самом деле ты с ним не совсем конкурируешь Потому что ты предлагаешь продукт, решающий проблемы, которые эти чуваки не решают Давайте еще раз эту неглубокую мысль повторю Она стоит того Итак, на поверхности очень часто выглядит так, что стартап борется напрямую с огромным всесильным конкурентом И очень часто это бывает действительно так Но в реальности зачастую самые сильные, самые успешные, самые продуманные стартапы Не борются лоб в лоб с гориллой Если я своим лбом стукнусь о лоб в гориллой, шанс у меня просто ноль Но я же человек, я же могу придумать, где мне взять пистолетик, автоматика, как гориллой подкрасться и стрельнуть в нее Хотя я не хочу гориллой делать зло и, в общем, никому не хочу делать зло Что же происходит очень часто? Очень часто происходит то, что так называемый инкамбент, то есть тот, кто был в бизнесе уже достаточно долго времени Теряет предпринимательскую суть То есть, иными словами, продукт становится все новой и новой версией Смысл того, что было нужно клиентам, забывается Продукт становится слишком сложным, потому что начинает интегрировать в себя огромное количество Зачастую абсолютно ненужных, иногда вредных клиентам То, что называется фич Продукт становится слишком тяжелым, слишком громоздким, слишком сложным Продукт, с одной стороны, часто интегрируется со слишком большим количеством других продуктов А иногда, как ни странно, со слишком малым Считая, что мы и так крутые Либо вы с нами, либо вы ни с кем Происходит еще куча всяких проблем Например, сейчас куча дизайнеров на меня обидятся Но, простите, ребята, готов сделать с любым умным и успешным дизайнером И говорю не просто с любым дизайнером Специальный разговор о том, как дизайнер может быть одним из самых Классных, важных и полезных людей Как дизайнер может быть один из самых вредных и ужасных людей в корпорации Так вот, очень типично Не обижайтесь на меня, друзья Или обижайтесь, давайте общаться Очень типичным поведением отдела дизайна Или дизайнерского департамента в огромных компаниях Является то, что продукт существует, интерфейс существует Все нормально, все работает Но по тем или иным причинам в компании все равно существуют дизайнеры Этим дизайнерам нужно что-то делать Да, конечно, они могут поддержать какие-то новые улучшенные интерфейсы Когда я говорю улучшены, это значит более стримлайн Полученные, более понятные, более интуитивные и так далее Но чаще всего люди с отличным вкусом Это люди, хорошо понимающие Не всегда, да, но чаще всего Хорошо понимающие, что нужно клиенту И тем не менее, парадоксальным образом Нужно, кстати, сделать об этом эпизод Постараюсь не забыть здесь сделать карточку Очень часто как раз дизайн и редизайн и редизайн UI и UX Я надеюсь, что все зрители знают, что такое UI и UX Если нет, то гуглите Очень часто это мешает продукту Очень часто это рушит продукт Очень часто у продукта появляются все новые и новые версии При этом компания в диком количестве случаев Google, Facebook, Zoom Огромные миллиардные и многомиллиардные компании Абсолютно забывают делать апдейт Делать апдейт хотя бы просто даже ссылок внутри самого продукта И ты попадаешь постоянно в тупички Связанные с тем, что продукт видоизменился Выбрасывать старый help и делать новый help Выбрасывать старый FQ и делать новый FQ Прохаживаться по интернету Особенно такие большие, огромные продукты типа YouTube И смотреть, нет ли где-то устаревших видео о том, как пользоваться устаревшим интерфейсом И так далее Ну, в общем, я очень сильно залез в дебри Но все, что я хотел сказать, что когда продукт существует какое-то время Хочет он или не хочет, за редчайшим исключением За редчайшим и готов обсуждать детали Он становится в чем-то все более и более уязвимым Тем же образом, если вы посмотрите на огромных китов Тем же образом киты гигантские же бывают Но они при этом очень уязвимы Там к ним одни рыбки присосались Там паразиты какие-то присосались Тут ракушки И как-то все их эксплуатируют Они настолько огромные, что они вообще не понимают, что вокруг происходит Вот то же самое происходит с успешным, большим, так сказать, инкамбент И если у некоторых из вас иллюзия, что это происходит только с какими-нибудь компаниями General Electric, Caterpillar и Газпром гигантскими То я вас вынужден разочаровать и обрадовать Это же происходит и с компаниями Google, Apple, Facebook и дальше до бесконечности С компаниями, которые, казалось бы, инновационные Они действительно очень инновационные во многом Но в которых роль предпринимателя Роль человека, который постоянно думает о том, как расти И как сделать продукт удобнее для клиентов Становится извращенной И значительное количество Сейчас опять оскорбляю кучу чудесных людей И значительное количество того, что делается Приносит не пользу, а вред продукту Ну это может быть отдельный эпизод на самом деле Обсудить Но к чему я это говорю? Я это говорю, возвращаясь к теме нашего разговора О Давиде и Голиафе Очень часто у нашего Давида, маленького стартапчика Есть огромнейшее количество возможностей в борьбе против Голиафа Каковы они? Первое Это осознание использования того, что зачастую продукт становится все хуже и хуже Второе Это осознание использования того, что поскольку продукт почти всегда Почти всегда, почти без вариантов Стал слишком сложным Многим клиентам, для многих клиентов он становится неудобным Третье Это осознание того, что чем больше этот кит Чем наглее, богаче и толще Да простят меня мои слышатели Это горилла Тем меньше это горилла, собственно, заботится о клиентах Ну не нравится и что Как говорил Генри Форд По-английски это звучит изящнее Когда ему говорили Наверное, вы знаете, что у него была такая базовая модель T-model, модель T Кстати, Tesla и модель T Она всегда была сделана вот таким вот образом и черного цвета Вот таким я имею в виду Вот определенная была модель и черного цвета Все, на протяжении многих лет И огромное количество клиентов говорили Ой, а мы хотели бы красненькую, желтенькую С откидывающимся верхом С желтенькими дверцами С вот такими вот прибамбасиками С вот такими А это он по легенде Всегда отвечал Клиент может иметь любую машину Какую он только захочет Главное, чтобы это был черненький Форд Сделанный вот так Вот это примерно ответ Как правило Такого инкамбента Большой корпорации Или успешной просто корпорации Занимающей главное место Вы построили продукт Это стандарт Вы нам тут не рассказываете, что с ним делать Вот он будет таким Но жизнь, особенно в технологиях Меняется очень быстро И компания зачастую не успевает За тем, что у клиента есть такие нужды Сякие нужды И еще один такой момент Что, как правило, такие большие корпорации У них тенденция слушать фидбэк От больших же корпораций Что означает, что у средних, маленьких И индивидуальных пользователей Особой роли или особого голоса В развитии продуктов, как правило, нет Есть, конечно, исключения Но очень-очень редкие Мы, кстати, можем сделать Я думаю, будет иметь смысл Сделать такие передачи Разбирающие Google Разбирающие Facebook, YouTube И так далее Что это дает для маленького стартапчика? Это дает то, что называется opening Как говорится, в боксе открылся То есть стойку свою как-то раскрыл И появились какие-то уязвимые места Вот стартап вроде Райка Довольно быстро осознал Что нужно делать customer development То есть нужно общаться с клиентами Нужно пытаться понять, что есть такого Что для них их конкуренты Asana, Microsoft Project и так далее Сделали И нужно делать именно это Когда-то, вопреки многим недоброжелателям Мои партнеры и я были первыми Венчурными инвесторами в эту компанию И потом компания продалась Через два года назад Эта компания продалась За цену близкую к миллиарду долларов Сейчас она стоит уже Сильно-сильно-сильно за миллиарды долларов Вторая история Очень похожая Это испанская компания Которая тогда называлась Taxify Теперь она называется Bolt Я думаю, те, кто живет в Восточной Европе Знают эту компанию И не только там она Если я не ошибаюсь По-моему, в 50 Почти 50 или 50 уже странах И в более чем 100 городах Вот Так вот Эта компания когда-то Пришла к моим партнерам По фонду И сказала Мы вот тут посмотрели И хотим делать Такое вот приложение Они сделали там пиво Это отдельная интересная история Она публичная Вот Но Самое главное Что это была маленькая-маленькая компания Которая достаточно быстро После своего рождения Сказала Конкурируем с Uber Звучит это вообще просто жутко Малюсенькая-малюсенькая Эстонская компания Говорит, что она конкурирует с Uber О боже мой Тем не менее Они победили Uber На кучу рынков И если смотреть по открытым источникам По количеству пользователей К количеству установок приложения По количеству поездок Они примерно 1,5-1,6 Uber Ну то есть Это колоссальная величина компаний Публично они объявляли Что последняя инвестиция была по оценке 2 миллиарда долларов И естественно По много-много-много раз больше Чем цена, по которой мы входили В самом первом раунде В чем победили эти ребята Каким образом они справились Не то чтобы прямо Убили своего Голиафа Но так вообще не стояло Почему именно они смогли победить Потому что ребята отладили И ту же повторяемую Блестящую операцию Входа на новые рынки Которыми Uber пренебрег И вот тут Очень интересный И очень важный секрет Для нас Дорогие мои стартап-косики Заключающиеся в том Что плюс к тому Что я уже сказал Большая корпорация Зачастую упускает возможности Не потому что она глупая Хотя иногда И потому что она Не то что глупая Но как бы теряющая смысл предпринимательства Но чаще всего Потому что такая у нее стратегия То есть Uber Очень долгое время Был Фокусировался на Америке И считал Может быть и не зря кстати Считал что это их Стратегия И огромное количество стартапов Во всем мире Смотрело на них Говорило Да интересно Но свое такое не делала Не делала А вот эстонские ребята сделали Сделали очень рано Когда очень мало кто такое сделал Доказали на Таллине, Риге И еще нескольких городах Что они могут Смогли смасштабироваться в другие города Смогли убедить инвесторов Потому что без инвесторов Очень тяжело делать Такие знаете Дорого спонсируемые вещи Как развитие Такси Хелли То есть приложение Для того чтобы выбрать такси Вот И в итоге выросла Вот двухмиллиардную компанию Просто за счет того Что 800 фунтовая Как говорится Горилла Не двигалась В те рынки Которые двигался Болт Тогда он назывался Такси Фай Ну вот собственно Вкратце Вся история Все что я хотел вам рассказать Первое Не стоит бояться Огромных горилл Второе Нужно анализировать Есть ли что-то В чем эти гориллы выпускают Нужно смотреть Есть ли что-то В чем у вас может быть Преимущество против этих горилл Нужно осознавать Что огромные гориллы Перестают быть Почти всегда Почти всегда Перестают быть Инновационными компаниями Какими бы великолепными Компаниями Я считаю Что они великолепны Google, Apple И многие другие Нужно всегда осознавать Что компания Не может Какая бы она ни была Сильная Огромная Богатая Не может делать Одновременно Прямо все Хотя конечно Компания Google Например Пытается сейчас Доказать Или компания Microsoft Пытается доказать Обратное Что они От social networking До gaming До tv production До hardware И так далее И так далее От и до Просто делают Все Тем не менее Любая компания Всегда что-то упускает И безусловно У маленького Верткого Быстрого Смелого Хищного И замотивированного Вот сколько я знаю Слов Всегда есть Масса приемов Против Большого Толстого Неповоротливого И погрязшего В деньгах В клиентах В огромном количестве Высокооплачиваемых Людей В не супер Высокой мотивации У огромного Такого Гориллы У огромного Гориллы В мужском Рэде Вот собственно Все что хотел Я вам сказать Дорогие мои Стартап котики Не стоит бояться И предыдущий Эпизод у нас Был как раз Про страх Стоит взвешивать Свои силы Конечно Каждое сражение Давида с Гельдафом Заканчивается Победой Давида Но тем не менее Всегда Почти всегда Или может быть Даже всегда У гориллы Есть какие-то Уязвимости Горилла Хоть иногда Оступается И хоть иногда Ошибается Вот какая-то Собачка Недалеко Лает Подтверждая мои слова Гориллам Тут не место Тут место Стартап котикам Всем чмоки В этой версии Multiverse Где стартап котики Где стартап котики Кноуна Стартап котики Где стартап котикам Где стартап котикам Где стартап котикам